Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ректор КФУ открыл второй съезд учителей истории общества знаний Республики Татарстан. Ильшат Гафуров принял участие в августовской конференции работников образования Мамадышского района. Журнал образования и саморазвития КФУ вошел в базу данных скопус. С 29 по 31 августа в КФУ проходит саммит передовых научных исследований Times Higher Education, ведущего мирового издания и аналитического центра, который на протяжении более полувека специализируется на изучении и освещении вопросов развития высшего образования во всем мире. Участие в саммите принимают 250 экспертов в области развития высшего образования и науки, включая представителей профильных министерств, ректоров и президентов ведущих университетов и взаимодействующих с ними организаций из 20 стран мира, как в рамках Евразийского континента, так и из Северной Америки и Австралии, а также более 30 спикеров мирового уровня. Подробности смотри в нашем следующем выпуске новостей. А мы продолжаем. В Казани состоялся съезд учителей истории и общества знания Татарстана. Для обсуждения и решения вопросов образования пособрались представители университетов и Министерства образования Республики Татарстан. Каким итогом пришли участники встречи, расскажем в следующем сюжете. В Академии наук Республики Татарстан прошел второй съезд учителей истории и общества знания. В мероприятии открылось приветственного слова ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Великая роль в гуманитарном образовании. Как бы мы ни говорили об инженерном и медицинском образовании. Вопросы, которые связаны с гуманитарным образованием, они заново попадут на передовые позиции. С приветственным словом также выступил заместитель премьер-министра, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Труд педагога в принципе ни с чем не соизмерим, а наверное труд историка, он еще и очень-очень ответственен перед поколениями. Перед вами стоит непростая задача обсудить те проблемы, которые стоят не только перед предметом, но и перед республикой, перед страной, потому что вы это частичка большого учительского корпуса, который эти вопросы изучает. С приветственным словом выступили и представители Института международных отношений КФУ, директор Института Рамиль Хайрудинов и член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Сиддиков. На мероприятии ректоры КФУ и Государственного академического университета гуманитарных наук заключили соглашение о сотрудничестве. Денисом Фоминым Ниловым было предложено ввести в 11 классе селективный курс региональной истории. Этот же курс должен быть продолжен на первом курсе университета. Далее на съезде были обсуждены актуальные вопросы педагогики в направлении истории и общества знания. Экспертами выступили представители комиссии по ЕГЭ, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Всероссийская ассоциация учителей истории и общества знания, Казанского федерального университета и Института развития образования Республики Татарстан. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета подписано соглашение о сотрудничестве с Мамадышским муниципальным районом. Каковы цели соглашения и дальнейшие перспективы, расскажет Аделя Шамилова. Ректор Казанского университета подписал соглашение с главой района об оказании содействия в подготовке школьников к успешной сдаче ЕГЭ и победам в Олимпиадах. Инициатором соглашения стал Гелабужский институт Казанского университета, наиболее близкий географический и уже давно основной образовательный партнер Мамадышского района. Торжественная церемония подписания состоялась на пленарной части традиционного летнего педсовета в присутствии заместителя премьер-министра, министра образования и науки Республики Татарстан Рафиса Бурганова. Важным итогом августовской конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Мамадышским муниципальным районом, целью которого является совместная работа по поддержке талантливых школьников, методического сопровождения учителей, оказание содействия в подготовке к ЕГЭ и Олимпиадам. По словам главы района Анатолия Иванова, Мамадышский район занимает первое место среди сельских районов по итогам Олимпиад и второе место по республике по качеству образования. Это стало возможным в том числе благодаря сотрудничеству с Гелабужским институтом КФУ. Завершилась встреча традиционным награждением учителей, которые подготовили уже студентов Казанского федерального университета за высокие результаты по ЕГЭ. В качестве дополнительного приятного бонуса все учителя, получившие награду, могут безвозмездно пройти курсы повышения квалификации в КФУ. Адель Шамилова, Универньюс. 29 августа эвакуировали одно из зданий университетской клиники КФУ. Аделья Шамилова расскажет подробности прямо с места событий. 29 августа в 13.00 по московскому времени было эвакуировано родильное отделение университетской клиники КФУ. С чем связана тревога, попробуем выяснить прямо сейчас. В процессе эвакуации мы узнали, что тревога является учебной. По ее плану очаг возгорания был на крыше. Эта работа ведется на регулярной основе. Примером тому, вернее причиной этого являются большие трагедии, которые мы наблюдаем в средствах массовой информации. И крайне важным для нас является сбережение каждой жизни нашего пациента и каждого нашего сотрудника. По замыслу учений, значит, в здании будет находиться роженица в родильном отделении, когда будет идти операция, значит, и будут отработаны действия медперсонала по своим знаниям и по руководству эвакуации, а также, что в этом случае делать, когда в здании остались люди и нельзя их эвакуировать на улицу. После сообщения срочно покинуть здание, в его стенах моментально распахнули все запасные выходы. Всего лишь несколько минут хватило, чтобы эвакуировать целое здание университетской клиники КФУ. И это хороший результат. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Журнал образования и саморазвития стал одним из 25 российских журналов, который вошел в базу данных Скопус. О том, насколько тернист был путь, смотри в нашем следующем сюжете. Рецензируемый научный журнал КФУ «Образование и саморазвитие» вошел в Скопус, став одним из 25 российских журналов, который вошел в эту базу данных. Это первый гуманитарный журнал КФУ, который попал в базу данных Скопус. Сейчас мы можем более активно продвигать результаты своих исследований, публикуя на страницах этого журнала, на международной арене. И, с другой стороны, привлекать как авторов ведущих мировых ученых, которые будут тоже продвигать результаты своих исследований и делать их доступными для российских ученых. Журнал «Образование и саморазвитие» был основан в 2006 году членом Российской академии образования, доктором педагогических наук, профессором КФУ Валентином Андреевым. На данный момент главным редактором журнала является приглашенный профессор Казанского федерального университета Ник Ражби, который более 20 лет являлся главным редактором высокорейтингового журнала British Journal of Education Technology. В течение почти трех лет он как раз таки реализовывал свое видение, а опыта у него не занимать, у него масса контактов, это признанный ученый, и мы смогли вот благодаря его капитанской вот такой функции, да, смогли, наверное, пройти все эти сложные этапы. И мы стали, по сути, первым российским журналом, который в области педагогики, который открыто признал свои предшествующие ошибки. Участие 21 вуза, в том числе и Казанского федерального университета в программе 5.100, цель которого максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ, поставила перед университетом новые задачи, которые были направлены также на структурные идеологические изменения журнала образования и саморазвития. За три года научный журнал образования и саморазвития Казанского федерального университета прошел нелегкий путь. Вольное сетевое сообщество Диссернет в свое время признал журнал одним из слабых в своем направлении. В связи с этим редакционной коллегии предстояло пройти этап трансформации, который был направлен на исправление ошибок. Мы обратились с письмом в Диссернет о том, что журнал сейчас честно поработал и мы готовы двигаться дальше. И действительно на всех конференциях, которые проводят Анри, теперь уже приводят именно наш журнал в качестве примера, потому что не все журналы, которые вошли в этот список, вообще занялись процессом исправления журнала. На данный момент миссия журнала образования и саморазвития связана с ориентацией Казанского федерального университета на интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Еще раз отметим, рецензируемый научный журнал Казанского федерального университета «Образование и саморазвитие» стал вторым российским журналом в направлении образования, который вошел в базу данных с КОПУС. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!